Всем привет! На канале Мы в Канаде. Сегодня у нас очередное видео закупки из Фристоун. Поскольку мы поняли, этот магазин есть, по-моему, только в Калгари. И покажу вам, что сейчас мы уже успели взять. Взяли последний, успели виноград. Он без косточек. Зеленый, мне кажется, самый вкусный. Он по 99 центов за ЛБ. Такая же цена за розовый тоже, сидлес, то есть без косточек. У нас там пару пакетов. И сегодня был такой вкусный, классный, еще черный. Он, правда, в два раза дороже, по 1,99$ за ЛБ. Но тоже классный, смотрите, крупный. И взяли пока три пакетика, сейчас посмотрим. Взяли яблок. Ну, думаю, наверное, возьмем еще, потому что у нас яблоки быстро идут. И часто какие-то гости, пикники, и получается, фрукты быстро расходятся. Вот, поэтому сейчас пойдем посмотрим, что еще есть. Да, забыла показать еще по 99 центов за штучку гранат. Гранат мы тоже взяли пару штук. Наверное, нужно будет нам еще взять сегодня, наконец-то, тыкву. Они уже везде какие-то все уставшие. Но, в принципе, уже хэллоуин на носу. Мы еще не украсили ничего. Во, 10 центов за ЛБ. Цена шикарная. Надо взять такую какую-то покрупнее и посимпатичнее, чтобы из нее можно было удобно повырезать. Потому что, в принципе, уже, наверное, все, кто хотел, поукрашал все вокруг. И поэтому нам тоже надо будет сейчас выбрать. Так, картошка по 2 доллара за пакет. Пакетик маленький совсем, полтора килограмма. Так, это у нас сквош по 99 центов за ЛБ. Еще один сквош. Так, лук, я вижу, что-то уже закончился. И есть только белый по 3 доллара за пакет. Ага, есть на той стороне, пойдемте. Так, вот розовый 4 доллара за пакетик. Здесь 4 луковицы больших. И вот то, что, наверное, мы возьмем. Получается 3 ЛБ, 3 доллара. Вот такой. Наверное, возьмем даже парочку, да? Так, вот такой лук. Так, бананы есть, но они немножко зеленковаты, как по мне. Я люблю, конечно, когда они прямо желтые. Сейчас еще посмотрим, может быть, есть где-то поспелее, но, походу, нет. Ну, вот что-то похоже. Наверное, возьмем еще бананов. Есть еще вот такие, какие-то интересные. Но, не знаю, как-то что-то не заходит нам. Такой, в таком виде бананы. Такого сорта. Грейпфруты уже сколько? Наверное, месяц по стандартной цене по 49 центов. Сейчас посмотрим мандаринки. Правда, у нас еще целый пакет остался. Наверное, мы не будем брать по 1,49$. И в этот раз как-то печально с помидорами. Не знаю, то ли это сорт, то ли это правда не зеленые. Но что-то как-то нас не привлекает помидоры. Судя по всему, это не сорт, это реально зеленые помидоры. Вот, поэтому не знаю. Что-то с помидорами вообще не важно. Огурцы зато есть. Эти огурцы, по-моему, у нас еще остались. Но немножко, наверное, мы все равно возьмем. 1,49$. Кстати, вкусные огурчики. И еще есть цветная капуста. Мы иногда и берем, но не всегда под настроение. 2,99$. Наверное, мне кажется, это за штуку. Да. 2,99$ за штучку. Какие-то интересные такие консервированные оливки. Эти большие такие банки по 12,90$. И овощи, уже нарезанные. Типа маринованных, наверное, по 15$. Кому очень хочется пить, есть даже по 1,49$ за бутылочку воды. Орешки 5$ за LB. И любителям ананасов есть по 4$ ананас. Вот. Так, ну здесь в начале магазина рядочек, где такие уже готовые продукты. Здесь какие-то иногда вкусняшки. Вот здесь мы видим мед 15$. Это, так сказать, какие-то высушенные семечки. Мелон ситц. Это дыня, да, получается. Вот. Вот тут какой-то кофе, что ли. Кофе 6$. Какая-то другая сортировка по 10$. Огромный пакет чая за 12$. Конфитули по 4$. Макарошки по 3, по 2$. В зависимости от вида. Вот цена там есть. Вот такая большая упаковка. 3 кг мелкой макарошки. Примешельки по 15$. Так, какой-то листовой чай, да? Не знаю, походу чай. Или просто какие-то листья сушеные. Не подскажу, что. Ну вот такая большая упаковка. Какие-то листья чего-то. Малакия. Не знаю, что такое Малакия. Так. Дейтс, финики. Фиников тут много разных. Эти по 14. Вот здесь такие прессованные. По 6. Еще дальше. Семечки, семечки по 3$. Суперсидс. Так, опять же, вот эти Малакия. Видите, для чего-то оно тут используется. Показан вид на рис. Как добавка какая-то. Вот. Ну и немножко тут есть какие-то приправки. Хотя в другом ряду, в отдельном, там тоже есть много приправ. Мы иногда берем там. Там сейчас такие огромные очереди уже на кассу, что там даже и не поснимаешь. Потому что мы сегодня вот уже приехали в начало первого. И я вам скажу честно, уже очень многого нет. Например, виноград зеленый мы уже просто последний забрали. Потому что уже просто его все вымели. Вот. Поэтому все-таки совет мой приезжать пораньше. Хотя иногда бывает докладывают что-то. Но не всегда. Вот сегодня зеленый очень мы хотели взять побольше. Но его нет так. Так, рамбутан 3 доллара за пакет. Вот такие волосатые штучки. Так. Это. Нет, это даже не сельдерей. Не знаю, что это. В общем, какие-то. Что-то. Ликс по 4. Маленькие хабанейра. По 7 за доллар. Ой, за фунт. И вот снова финики по 15. Сейчас пойдем еще возьмем, наверное, зелень. И будем уже собираться на кассу. Зелень, кстати, очень красивая. Все, смотрите, петрушка. Даже мята. Вон лучок свежий. Тут вот салатик. В общем, в принципе, есть неплохие варианты. Выбрать хорошую свежую зелень. В этот раз очень хорошие нектарины. Доллар 49 за фунт. То есть вы видите, я думаю, цены в суперсторе на такие нектарины. Они там минимум раза в 2-3 дороже. Вот, а здесь отличный нектарин. Мы, наверное, возьмем пару килограмм. И такие же цены на персики, кстати, вон там с другой стороны. Поэтому мы, наверное, возьмем, не знаю, может, немножко тех, немножко тех. Кому нужно купить большую упаковку лука. То мешок, смотрите, по 25 долларов. Здесь 25 лб. В принципе, ну то на то и выходит 1 доллар лб. Поэтому, не знаю, есть ли смысл брать сразу много. Так, это большая упаковка канола ойл. Я не вижу, где его цена. Чтобы сказать вам, сколько это стоит. А здесь уже и картошка дальше пошла. Но тоже цену я не вижу. Так, здесь огромный выбор риса. Вот целый ряд, смотрите. Покажу вам немножко. Так, рис 17 долларов. Здесь 10 фунтов. Вот, та же цена. Немножко другой вид, тот же объем. Так, тоже 15 фунтов. Тоже 10 лб. Но видите, снова какой-то другой вариант. В мешочке. Огромный просто мешок за 40 фунтов. Платите 65 долларов. Я думаю, это, наверное, похожа цена. Потому что на этот рис нет цены. Я думаю, скорее всего, та же. Потому что вес тот же 40 фунтов. Вот снова поменьше. 10 лб. Это 4,5 килограмма. Тоже в среднем цена 15 долларов получается. Вот чуть дешевле есть. Тоже 40 лб, но 53 доллара. Огромный пакет риса. Так что, в принципе, в среднем за 10 лб вы платите 14 долларов. Честно скажу, не знаю, сколько вышло в магазине, что рис мы покупаем не часто. Мы купим одну пачечку. Нам ее хватает надолго. Мешок картошки. 20 долларов. Не могу сказать, сколько здесь вес, но на вид большой. В общем, так на выходе выглядит наш чек. Мы взяли сегодня мало овощей. В основном фрукты. И из овощей, по-моему, только лук и огурцы. Вот. И на выходе мы заплатили 81 доллар. Вот, кому интересно, так выглядит наш чек. Здесь видно все цены. Поэтому у меня на этом все. Если интересно, то ставьте лайки. До новых встреч. Пока-пока.